Здравствуйте! С вами снова библиотекарь Петр Даниилович и заключительный в этом году выпуск флешбука «Откройте книга». Сегодня я хочу познакомить вас с книгой, которая газета «Вашингтон пост» дает такую оценку. Это и вправду кулинарная книга, в ней более 80 рецептов от завтраков до десертов. Но книга эта не просто сборник подробных инструкций по приготовлению действительно хорошей жареной курицы, настоящего баланьези или пирожных с коричневым маслом и соленой карамелью. Перед нами удивительный рассказ о том, как приготовление этих блюд, любых блюд, помогает жить и выживать. А еще непростая история любви, привкус которой становится горько-сладким уже к середине страницы с благодарностями. Итак, эта книга Элли Рис Бриджер «Полуночная курица». Заедать проблемы иногда можно, особенно если все съеденное ты приготовил сам. По крайней мере, так считает автор книги «Полуночная курица» и другие рецепты, ради которых стоит начать жить. Блинчики с домашним джемом и чашка черного чая по утрам, как залог хорошего дня. Горячий суп в обеденный перерыв и вкусный ужин в награду за еще один прожитый день, каким бы он ни был. Готовка может стать не просто необходимостью, а способом любить свою жизнь. Что делать с испорченными продуктами? Зачем в доме нужна кладовка? И как выпечка может вытащить из депрессии? На все эти вопросы читатель найдет ответы в книге рецептов Эллы Рис Бриджер. «Полуночной курицы» найдется базовый список инструментов, которые действительно нужны на кухне. Элла Рис Бриджер рассказывает, как пить чай по утрам так, словно это особый ритуал. А еще учит готовить самые разнообразные завтраки, от обычной понедельничной овсянки до воскресных пышных оладий и маффинов. В книге приводится множество способов спасти практически любое блюдо. Почти за каждым рецептом в книге стоит какая-нибудь история, но начинается все с запеченной курицы. Чтобы ее приготовить, вам потребуется 8 зубчиков чеснока, 2 штуки свежего перца чили, розмарин, тимьян, горчица зернистая, черный перец, морская соль, имбирь, лимон. Половину чеснока мелко порубить, положить в мисочку, мелко нарезать чили и несколько веточек розмарина и тимьяна. Добавить полную чайную ложку горчицы, немного перца и соли, очистить и натереть имбирь на мелкой терке, а если такой нет, просто мелко нарезать. Имбирь добавить в мисочку с чесноком и травами. Лимон разрезать пополам, выжать сок, затем добавить его в мисочку с приправами и размешать. Полученной смесью натереть курицу и отправить в разогретую до 180 градусов по Цельсию духовку. Через 1 час 20 минут блюдо готово. Процитирую автора. Может, эта книга и была похожа на кулинарную, но на самом деле она прокомментированный список того, ради чего стоит жить. Декларация моментов, ради которых стоит жить. Ваша жизнь, как кастрюлька бульона, тихо кипящая, со всеми этими минутами, всем, что вы когда-либо узнали и всем, что вы когда-либо любили. Каждый раз, когда вы оказываетесь на кухне, вы живы со всеми теми, чьи книги вы прочли, и теми, кто вас учил, и теми, кто вас любил. Никто не рождается умеющим говорить. Это все приходит от других, когда вы вместе преломляете хлеб, и разговариваете, и любите, и делитесь. И это наверняка ужасно тривиально. Но я не могу придумать ничего, что было бы важнее. Узнать больше о книге «Полуночная курица» и другие рецепты, ради которых стоит жить, можно, посетив областную юношескую библиотеку имени В.М. Кубанева, отдела трослевой и краеведческой литературы. До новых встреч!